МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не принял доклады министра и правительства. Многие недочеты подготовки к учебе не удалось завуалировать позитивными цифрами на бумаге. Президент поручил провести детальную работу над ошибками и все исправить. Какие меры приняты правительством, сегодня обсуждают в широком кругу причастных. Глава государства напоминает, все школы должны быть загружены, а где это нужно, организован подвоз детей. И Минск не исключение. Необходимо снять все вопросы, которые возникают по качеству учебников, и в то же время не допустить постоянного перекраивания учебных программ и планов. Отмечал, что необходимо вернуться к советскому опыту, взять лучшие пособия и их постепенно дорабатывать, совершенствовать, а не печатать новые. Потому что новый коллектив, он всегда оригинальничает. Ну что там говорить? Вы, ученые, понимаете это? Хочу быть непохожим на то, что было, и показать свою притию. Это никому не надо. Главный принцип работы нашего государства и любых процессов, происходящих в нашем государстве, это спокойное совершенствование того, что наработало человечество. Мы стоим, как я говорил, повторяя цитату Великого, на плечах гигантов. Не надо соскакивать с этих плеч. Мы потеряем все то, что человечество наработало до нас. Надо использовать это во имя будущего. Поэтому надо совершенствовать и не стесняться взять лучшее из того, что было. Не менее важный вопрос – подходы к аттестации школьников и поступлению в ВУЗы. Новая система должна обеспечивать справедливое отношение к поступающим, позволить увидеть каждого абитуриента. Все подробности совещания в наших следующих выпусках. Канадцы встали на защиту традиционных семейных ценностей. В стране вспыхнули массовые акции протеста против насаждения ЛГБТ-идеологии в школах. Радужная повестка местным жителям не пришлась по душе. В руках плакаты «Оставьте наших детей в покое». По сообщениям местных СМИ, на митинги по всей Канаде вышли полмиллиона человек. И небеса против. Учения НАТО в Балтийском море завершились и раньше запланированного срока. Свои коррективы внесла погода, природа. В маневрах приняли участие порядка 30 кораблей и более 3000 военнослужащих западных стран. Адмирал ВМС Германии, командующий учениями, решил завершить их из-за ухудшения погоды. А результаты маневров назвал удовлетворительными. А что надуло в голову сонному Джо? Байден наплевал на протокол и подарил публике новые перлы. По пути на сцену, перед встречей с президентом Бразилии, хозяин Белого дома чуть не уронил флаг чужой страны, а по завершении их совместного выступления забыл про рукопожатие с президентом Латиноамериканской республики. Впрочем, за Байденом шлейф скандалов тянется уже давно. В сети активно разлетается выпуск «Нью-Йорк-Пост» за 23 сентября 1987 года. На первой полосе громкая «Пока, Байден». Он уже тогда баллотировался в президента, но был вынужден сняться с предвыборной гонки. Его уличили в плагиате, воровал речи других ораторов, приписывая авторство себе. Хотели расслабиться, но пришлось сильно поволноваться. В столице товарищи желали устроить вечеринку с наркотиками, но в дело вмешались сотрудники милиции. Правоохранители взяли с поличным двоих парней, оба официально не работают. Накануне парни 20 и 22 лет купили психотропы в интернет-магазине. Молодые люди пригласили в гости своих друзей, чтобы угостить их. Однако вечеринка не состоялась. Фигурантов задержали оперативники. По месту жительства Минчан милиционеры изъяли несколько разовых доз гашиша, около 7 граммов марихуаны, приспособлений для ее употребления, а также весы. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела за хранение наркотиков. Сборная Беларуси по пляжному футболу сегодня завершит выступление на групповом этапе финала Евролиги. Наши парни сыграют против сборной Италии и в очном противостоянии разыграют первое место в квартете «Эй». И у хозяев турнира, и у белорусов по две победы. В активе они уже в плей-офф. За ходом игры в прямом эфире следите на телеканале «Беларусь-5». Начнется этот яркий поединок сегодня в 19.00. Это пока вся информация к этому часу. Картину дня дополнят мои коллеги в 15 часов. Я же на этом с вами прощаюсь. Всего доброго.